Всем привет, мои дорогие! Рад призвать вас снова на своем канале. У нас мукбанг по-простяцки. Такая, знаете, у меня на канале уже как рубрика, когда я не очень хочу заморачиваться, но хочется вместе с вами посидеть, покушать чего-нибудь. Смотрите, у меня вот такая шаурма с мою руку. Посмотрите, шаурма с мою руку. В сковородку не влезла, готовил сам, кстати. Вот такая вот она, представляете? Офигеть! Ребята, ну пока что мы с вами кушаем. Хочу порекомендовать вам дебетную карту от Тинькофф, Тинькофф Блэк. Все знают, кто мои постоянные зрители. Я постоянно ее рекомендую своим зрителям. Идеальная карта с бесплатным выпуском, с бесплатным обслуживанием на протяжении всего периода. Никаких потайных, я не знаю, комиссий, да, за снятие, за обслуживание и так далее нету. Только по моей ссылочке в описании. Если проходите, оформляете. Обслуживание, выпуск и доставка вам до дома абсолютно бесплатно. Доставят быстро, четко. Оформите за 5 минут. Плюсы этой карты. Кэшбэк, который может достигать до 50%. Кэшбэк на отели, перелеты, ЖД и так далее, билеты. До 10% возвращается вам в рублях. Вы можете пойти их снять в банкомате. Также, что в некоторых странах, карты мир еще до сих пор принимает. Тинькофф не находится под санксами. Если собираетесь путешествовать, обязательно закажите себе на всякий случай эту карту. Пускай она у вас будет, потому что она до сих пор работает. Очень много плюсов. Все подробности в описании по ссылочке. Проходите и оформляйте. Чай сладенький. У меня завтрак. У меня завтрак, хотя время 12 час. Протем только завтрак. Она у меня полностью не влезет. Поэтому давайте я сначала частичку тут вот оторву. А потом уже там курочка, цыпленок табака, огурчики, ничего лишнего. Знаете, капуста нету и соуса много разного. Лаваш тоже такой, ну, грубо говоря, домашний. Делали его сами, но не я. Погубной домашний. Я, кстати, люблю кодал ваша побольше. Сделал остренькую и саджикой, и со своим таким рыженьким, знаете, этим соусом. У нас сегодня суббота. По-моему, да, 22 число забыл. У меня у Кумовьёв. У Юлии Мартины. Вы её знаете. У меня свой канал. Сегодня годовщина, 8 лет с 1 знакомства. Ну, точнее, начало отношений. Единственное плохо, что она немножко подостыла. Пока что я возился туда-сюда. Забыл сказать, берите тоже что-нибудь. Я такой голодный, что забыл даже сказать вам, чтобы вы брали тоже что-нибудь покушать. Иначе... Заставку давайте сделаем. Заставка, да? Иначе просто за голодухи помрёте. Поэтому обязательно что-нибудь поесть. Не выставлял ни стола, ничего. Всё, знаете, так, по-быстренькому. Она тоненькая, но длинная, шурма. Её так удобней кушать. Огурчики. Курочка табака. Вчера, который готовили. Кто был в прямом эфире, тот знает. Короче, что-то я видел в новостях. Что наши русские ребята, кто пробует выехать из Белоруссии, ну, за границу, например, их не пускают что-то. Какое-то соглашение с 20-го числа начало работать между Россией и Белоруссией. Холодильник зашумел, но я думаю, он нам не очень мешает. Вот, не всех, конечно, нам что-то на властях больше 10 человек. Но вообще люди, конечно, нашли куда, знаете, уезжать. Если же хотели уехать, блядь, у меня всё разваливается. Надо вилку взять. Так, я вернулся. Сейчас надо её как-то перевернуть, чтобы по-человечески было. Как вам? Какая? Типа а-ля турецкая, знаете, только помидор нету. Оказалось, что только огурцы остались. Но ничего страшного. Мне и так сойдёт. С вас лайки, ребят. Ну, такой шурму. Просто бомбическо. Замечательно. Планы на день. На самом деле, у меня на сегодня три предложения на субботу. Сегодня суббота. Поехать в Москву, в клуб. Но я отклонил его. Вот. Потом позвали кумовья. У них же сегодня, вот как я сказал, годовщина. Восемь лет. У них планы поменялись. Они позвали меня с собой. Вот. Погулять. Какая-то разделить праздник. И у ребят, у Дениса с Леной тоже. Они решили отметить годовщину. У них год со свадьбы. Но, правда, 29 октября будет. Но отмечать почему-то не раньше. Ещё заодно полгодика дочки. Было. Вот. Поэтому. Это, сказать, между двумя. Наковальнями. Вот. Но я написал ребятам, что. Денис Ленка, что можно вечером встретиться. Днём я вот с кумовьями. А вечером, если они, если я сможем, можно пересечься. А так, как бы, через неделю у них только годовщина. Поэтому, я думаю, мы ещё успеем с ними отметить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, отмечаете ли вы годовщины. Со своими жёнами-мужьями. И у кого сколько лет. Потому что вот у Денисовых родителей было 30 лет. У Оксанки с Игорем. Просто отвал башки. Остренькая в меру, но остренькая, прям, знаете. Офигенная шавуха. Ну, я записываю так видео. Чтобы... Ну, со мной, может, кто-то покушает. Всё равно приятно. Погода. Серость. Сейчас покажу. Вот такая вот серость. Унылье. Ну, слава богу, вроде дождя пока нету. Хотя обещали. Ну, ничего. Куда что поедем, пока точно не знаем. Походу, разберёмся. Ну, вот. И поснимаю вам. Ну, по возможности. Какое-нибудь видео, да запилю. У сестры скоро отпуск. Мы не виделись, наверное. Июль. Август, сентябрь, октябрь. Четыре месяца почти не виделись. Вот. Сказал, в отпуск приедет. Мне сейчас там своя жизнь. Ты рыпал, мол, лично. Работа. Ну, как. У меня брат есть. И сестра. Сестра на шесть лет младше меня. Стюардесса работает. Я всё сожрал. Всё до последней этой. Херачил. Знаете, и вроде наелся. Нет вот этой перегруженности. Как ни странно. Ну, а чё, блин, время... Я уже 12 часов ничего, так сказать, не ел. Ну, больше 12 часов я ничего не ел. Пора бы уже и покушать. Поздний завтрак-обед. Такое у меня. Не забывайте, пожалуйста, напишите, что вы со мной кушали. Потому что... Именно ваше блюдо может стать следующим на моём столе. Напишите, что бы вы хотели, кстати, на мукбанг. Тоже вот интересно. Потому что я уже много идей, так сказать, использовал. Да, и шаурма уже была несколько раз. И так далее. Ну, короче, много чего было. Хочется, может, чего-то необычного такого. Что необычного? И если что-то совсем необычное, пишите рецепт, как вы готовите обязательно. Было бы интересно. Ну, такая вот, знаете, болталочка у нас с вами получилась. Суббота. Сейчас не успеешь оглянуться. Уже понедельник опять. Ребята, отдыхайте, отдыхайте. У кого выходные, отрывайтесь, гуляйте. Ну, а я с вами, конечно же, остаюсь на связи. Всех люблю, всех целую. С вас, конечно же, пальцы вверх, а не же лайки. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь. Нажмите рядом колокольчик. Все уведомления выберите, чтобы не пропускать мои новые мукбанги, а также прямые эфиры и влоги. Увидимся всем скоро в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok